всем привет вы слышите лёшу халецкого и это продолжение моего фа сериала на шестерых отборочная игра фа чемпионата в моей группе тут я играю за австрию и если вы не смотрели первую серию то рекомендую начать именно с нее ссылка на эту серию появляется сейчас в верхнем правом углу ну а всем остальным приятного просмотра барабудур построен мной что радует конечно же а кто-нибудь нашел четвертое чудо так что играться потом на линз пойдет кто-нибудь из города государственной религии смотрю кто не хочет как он может быть рядом с ассирийцем и индонезом ты чего как бы ну да ближе всего к нему конечно индонезиец но дело в том что между ними горы и холмы и леса то есть считай говорить что индонезиец к нему близко очень сложно и неправильно вот так при желании он может прийти согласись при желании я могу прийти к турку и американец да особенно американец по внутреннему морю приплывет к турку нет просто к тому что причем тут желание возможности надо смотреть они желание не а возможности на самом деле только у индус нормальный ну у ассирий но очень так абстракт но все-таки здесь равнины и у ассирийцы тоже есть как бы такие неплохие шансы осы равно это конечно все так очень поверх кто строит матчу я знаю кто еще строит матчу еще стоит австрий потому что он так спросил турок строит австрий что строишь тоже матчу да м по голосу было слышно тем более что я яш открыл гильдии устроил матча но я это я только вы меня слышите соперники не слышит минатура тут петра я думаю конечно счастье но вот этом золото добавится хрен знает когда так полечимся турок идет селиться под австрийцы короче и знаешь что-то остальное австрийцы оселить оси и слышь мне слышу подойдет он короче скорее всего идет там где серебро пшеница серебро вот там вот город прекращать пока теперь меня забежать это он обидится сейчас напрыгнет на моего этого скаута изъявлено под индусы народ извините на дуса что границы спутал может мы не будем осложнять ситуацию адвантом и так пару винитов ведет для прикрытия то есть он намерен ставить город точно давайте на деньги наверно из вены нет ну ты ставишь глаза получается если там поставишь город то как бы придется готовиться к войне тогда не знаю по мне так на самом деле если он уже сделал посела и уже он как бы селяет потому что действительно по-другому не назвать то скорее всего он в перспективе готов по его и там какому-нибудь индусту надо уже так потихонечку так качественно сейчас сейчас американец конечно есть на самом деле ты играешь через волю то естественно хотя да и просто расселяться но проблема в том что чем дольше отдавать расселяться в любом случае понимаешь он сейчас расширяется расширяется это будет не очень хорошо ну вот сейчас верно американец давай еще раз перейдем ты поставишь город надо это тебе или нет ух ничоси великий торговец появился каким макаром так у тебя ж маяк и колосс они все оба дают очки торговца использовать ребят мне подари нет его на грешку это в правилах турнира ты должен дарить халецкому там конкретно описано я понял я тоже понял вы знаешь я люблю нарушать правила рисковый парень ясно так чё как его выгоднее ты у нас там гуру ты вы колись вот ты говоришь гуру цива но ты это говоришь без уважения я тебе буду подсказывать в игре против к в которой ты против меня играешь как использовать серьезно рассказать как дон королево ну мы же с тобой друзья братья и там сестры и все дела мы же с тобой ну как ты надо знаешь ты надо научиться общаться с людьми чтобы тебя не слышно было сарказма в голосе иначе ты не добьешься ничего как-то более ну знаешь так вот прям чтобы собеседник чувствовал что он тебе нужен что он реально твоя твоя сестра если я шопотом если я шопотом сексуально скажу ты поверишь мне но я только возбужусь наверное вряд ли поверю поэтому тет не скажешь мне полин блин вот у великого торговца два выбора либо посадить его ну уникальное там знание либо наверное грешки отдать получить деньги с гг журтой просто сидите не будешь и мы будем друзьями согласен турок сестрами как мы с американцем на лес встать ну а потому что у тебя места замечательные у тебя в лейте просто карать их будешь тебя холмов нижней мере на сейчас отстаешь а потом умает ты можешь очень сильно вырваться друг ты не заставишь меня строить армию сейчас у меня будет 68 останет 80 наверно но именно по науке сейчас проседаешь я очень большое количество городов каждого ты поставишь по универу будет краница там кучу ученых я знаю как по воле догоняют люди по науке ребята чё за лаги начались до аналогично у меня пинг со всеми нормальный так я вот думаю мне нужно рабочего отдавать или лучше себе оставить раз два три 4 5 5 у меня рабочих он я посмотрю чей он меня тоже оказалось бы на внутреннем море оказалось гигантской между ассирийцами индонезии ох зальцбург мне очень нравится никто наш железной золото уже тут добавится может айсофию построить ладно месяц универа на очереди 14 так значит чей это рабочий панамы нет мы заберем себе его боюсь убьют меня копейщика зензибар стал дружбаном а вот он и остались последний по промке так я сразу сказал что у неё там холмов тучи слушай американец если ты собираешься в веллингтону это раздавать чего у меня пропал ты ты меня слышишь американец то я тебе войну объявлю что он мой союзник ой 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 ну то есть эти войну объявлю чтобы он чтобы ты ему не мог обратить его понимаешь у меня не хватит все равно не знаю неважно у тебя появится деньги свой мир сон нужен этот город он не союзит таким боком поверьте ну смотри если за союзится обучать же ты меня обманул с тобой мы с тобой друзья так и я по-дружески вот как по брать папа сестре по это по-братски мы с тобой значит я не иду туда по сестре торговли так что я уважаю ничего убьет нет даже интересно она у минус 11 я плюс 11 получаю нормально так золотой век еще пошел наконец-то боже что то все либо союзники либо друзья так зензибар надолго верингтон вообще надолго так проверка тут наших кстати могу еще покупать себе эти города так что он хочет а и софью хочет панама тоже надолго отличненько прям все зашибись так универ 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 тут универ этап дальше здесь сады а потом нэйшенал эпик ну блин как миш провести этого рабочего тут по удачнее так пойду ка я верингтон обращать в религию нафиг мне американцу религию давать так 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 с монстр дэном а нет у кого киты то были не пойму монстр дэн мы с тобой китами менялись че их теперь он нету можете грешка передать или чуть-чуть точно а ну а норм так мне нужно едино хлопок сахар хлопок давайте глянем вино индуса у тебя вино только одно да да и больше не будет да нет хочется конечно хлопать блин а турок хлопок предлагает а не хлопок ладно не буду с турком торговать пока как-то у меня там еще добавится а кто-то уже в арбалетах сидит интересно может контур там они у нас стоит сильно я очень думаю что это американец ну думай ну как ну ты первые по науке ты первый вышел это в средневековье и ну кто еще может опережать по науке и не быть причем быть в арбалетах и не опережать при этом по науке я уверен что это ты у нас в арбалетах по науке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, в общем, счастье мы вернули в страну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а если Мачу-Пикчу построен, нужны ли мне сейчас гильдии? Я думаю, нет. Давайте металкастинг. Так, ну хотя арбалеты... Арбалеты не помешают, а потом уже астрономия. Ну, не арбалеты даже, а... Как его... Литейка, литейка, Ironworks. Надо с этим еще лагерем разобраться наконец-то. А что у меня? А, так это я эту принял. Как его? Морскую инфраструктуру. Поэтому у меня сейчас еще мастерские поднастрою. Американец, ты тоже будешь инфраструктуру морскую принимать? Ну, в смысле? Ну, тебе, я думаю, для производства очень неплохо будет. А, да. Смотри, там индус угорел вообще уже по чудесам. Да, я, нормально. Так, уже сколько ходов прошло? Никто не строит, где не строят. Я и подумал, что никому не надо. Логично. Блин, сейчас мне надо, конечно, отъедать города. Надо линцград. Кстати, сирийц, могу тебе религию принести? Кто это говорит? Это линцград, у меня счастье садов и промышлений. Давай, я видел. У меня уже тут ислам попал. Приносили. Посмотрим. Пророк я сразу приведу. Давай, посмотрим, стоит. Сейчас, подожди, чуть-чуть только. О, София, что, откатывает пророка, что ли? Ну, да. Я не знал. Так, укрепим. Что у нас там в укреплении-то осталось? Плюс 20 около своих городов. Миссионеры стоят меньше. Да, давайте. Осирия. Или реликварий. Не, давайте. Плюс 20 около своих городов. Что-то американец подошел ко мне с одной стороны. Не смог пройти сейчас с другой стороны. Ладно, что делать? Кроме того, мне нужна еда, в принципе. Что? Говорю, не даешь пройти, что же мне еще делать? Или плюс 2 чудес. Сирийцы, я не понял, у тебя религия не нужна? Нет, просто на киты поменялся ресурсы. А что поменялся? На киты ресурсы поменялся. Это я Джеку говорю. Уже меняю с собой. Прости надо. Он мне просто параллельно тоже предлагал поменяться. Короче, чуть позже. Огорчил ты меня, значит, мы торговали с тобой, торговали все время. В тот раз ты когда предложил, и ты поменялся, да? Не, а мне просто надо было. Разобрался я с ними. Далековато стоит. А сколько лодочка стоит? 170. Вот, надо будет через 2 хода купить в Зальцбурге. Лодочку. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampo, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Какие-то острова тут еще в море. Так, надо еще дорогу от Градца к Линцу провести. И все будет зашибись. Так, что у нас в Вене еще? Надо поля пообрабатывать. Я отойду на пару минут. Я сейчас откачу. Подождите, не против. В смысле, зачем откатывать? Мне хочу отойти на пару минут. Мне надо отойти. Ну ты ж не воюешь, ничего. Поставь там в очередь эти... Тем более ход тут больше 2 минут длится. Ладно. Так, давайте смотреть, что там еще. О, Зайзибар золото хотел. Сейчас он его получит. Кабул. Вот культура больше всего, конечно, у турка. Это он меня опережает по культуре. Кабул хочет денег. А я думаю, он обойдется. Это красители. Ладно, сколько стоит вот купить, например, 410? 380. 355. Он, кстати, Панаму может прикупить. А у него нет ресурсов уникальных. А вот у Зайзибара есть. И Зайзибар может даже и неплох будет. Если его купить. Тут и армия. Я уже мастерские построил. Тут скорее вопрос. И почему у меня так много промки, а почему так мало промки? Ой, ты думаешь, у Америки там меньше намного? На 20. Да, то есть у тебя меньше, чем в среднем, да, ты хочешь сказать? Скажу, сколько у меня. У меня 85. Ну, то есть на 15. Ну, то есть на 15, извините. Ну, это у тебя не принята морская инфраструктура. Морская инфраструктура – это 12 молотков, считай, у меня 4 города. Вот и все. Морская инфраструктура. 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 видимо концовочка видимого нам мира так когда там караван на золото у меня прекратит так на еду может в Зальцбург на производство уже запустить через два хода как раз они на еду а я хотел кстати лодку купить да надо изграться в линз запускать линз крутым городом будет по моему скромному мнению но мечеть джинны неужели это турок построил сутки пошел нет а индус индус ты в набожность пошел зачем тебе мечеть джинны американцы уже больше армии американец первый по армии пробовали этот масштаба мне просто интересно зачем потому что меня будет выносить печаль а что вы решили прошло вообще кого-то собрался выносить ну а чё ты армию настроил смысле я сделал тут пару этих рабов чтобы снести лагерь варвары все пара арбов 47000 не не это не весело пересчитают как у меня нет хочется я скажу вот смотри раз воин и разведчик ну причем дуболом 1 коляска пикинер и барбы все огромная армия просто готов захватывать всех и все уже к тебе через джунгли бегу не вполне может тут где-то медь серебро на медь ну ну а что тут еще есть вообще у людей пафнутий и американец а у вас красители по одному только да так точно ну 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 у меня еще один я себе не поставил не пока не буду или поменяться в принципе я сейчас еще обработаю и смогу с турком тоже на хлопок поменяться тут вот конечно может лагерь постоянно появляться что не очень хорошо а ну и ну из у и это ну и а а и а и американец вы же блин так американец 1 по науке зачем мы с ним заключаете научные какие-то странные индус давай с тобой заключим так какая разница с кем я тебе говорю зачем ты с американцем заключаешь он первый по науке давайте все заключим с американцем научные договора я не против ребят деньги есть давайте я второй ну так ты отстаешь на 3 процента правильно от него неплохо так отстаешь но он первый по жителям 1 по науке ты с ним все заключаешь научный договор заключать с тем кто отстает от него чтобы догнать у него столица не под горой и что у меня тоже не под горой подгорой это всего лишь плюс 50 процентов он и так по населению улетает он компенсирует эти подгора вообще ну кто-нибудь есть у нас под горой то кроме я вот только индусы и ассирийцы не а нет ассирийцы ассирийцы тоже не под горой ну освещение у кого столица под горой по ходу нету кроме индуса да у индуса не подгорай ну все так зачем заключать с американцем а индонезе посмотри это такое сокращение ему же обидно что ж ты вот так заглючим с собой договор когда у тебя деньги появится не против ну давай сколько там надо 134 на следующий ход получается суши индус совсем не заключил на научные договоры 2 по науке то ну не часа через 25 ходов начнем с этого нет я только мне заключал только наверно денег просто нету проблема это просто мне предложил сам на я отказался они любят до 600 монет нехило я просто опасаюсь его из-за этого не заключил и Продолжение следует... 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 хочу подставлять так я могу уже построить караванчик сколько мне в зензибар приносит 11 вход не ну надо из линца в град спа отправлять я столько счастья надо с этим лагерем разобраться в итоге давайте-ка мы тут тоже мучника построим он примет 4 хода в рационализм не успел ну давайте видимо коммерцию возьмем а а а а а а а а я могу нью-йорк атаковать если чё а 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 Ну, вообще-то чего? Он мой союзник, у меня твои караваны бегают. Слушай, я тебе в самом начале игры сказал, что я его возьму. Ну, как хочешь. Я эту армию специально накопил, чтобы Зандибар сейчас брать. Вперед. Блин. Жизнь, так в начале игры так я и думал, что ты будешь его меткими луками брать. А извини, сейчас уже 100... Сколько мне надо было ждать? 200 до 200-го хода? Сколько? Посмотрим, как ты его сможешь удержать. Это вот это... Это вот эти были два этих арбалета, которыми ты зачистил лагерь, да? Вот это рассказывал. Ну, по-все, дело, что я его копил для чего-то. Мне надо расширяться. Ну, смотри, сколько у тебя союзников? Может, мы сможем мирно вылазить? Ну, Зандибар, понимаешь, он дает счастье к тому же эти... Город, который... Ну, по-все, китов буду просто так давать. Ну, Зандибар мне больше дает счастье, чем одни киты. Давай еще посмотрим, сколько он дает. Он дает сам по себе... Блин, сколько там? Три счастья, да? И плюс еще то, что у него эти... Ну, ресурсы этот. То есть, семь... Мне надо два каких-то ресурса от тебя, значит. Ну, блин, два... Ну, если ты его захватишь, я потеряю семь счастья, понимаешь? И плюс еще, кстати, у меня самые дорогие караваны именно в Зандибар. А, вот у американца Гибралтар в Филадельфии. Вот где еще одно чудо. Американец сидел, отмолчился, да? Да. Как нехорошо. Че? Нехорошо так. С чемимем-то? Отмолчился, что у тебя чудо есть. Ну, так меня никто и не спрашивал. Не, спрашивал, где четвертое чудо. А, сорян. Ну, смотри, австрийцы. Давай тогда так. Я не беру Зандибар. Но мы с тобой договоримся не воевать на море. Потому что тебе и мои города, морские и верхние, тоже два легко брать. На афрегатах, на гляцах, чтобы не воевали. Ну, хорошо. Ну, нет, давай так. То есть, воевать-то мы можем, наверное? Потому что если ты внезапно пойдешь на индонезийца напасть, вот предположим, то я как бы хотел бы не дать тебе это сделать. Но... Я уже не хочу. А? По морю он меня вообще не уголяет. Мне сейчас нужно стараться в науку идти. Или расширяться. Ну, блин, пойду тогда брать какой-нибудь другой. Ну, договоримся. Просто если ты на кого-то нападешь, то я имею право вмешаться. А просто так вот, чтобы явно тебя напал в спину, или ты на меня напал, то такого нет. А, то есть ты мне вообще не дадишь расширяться? Типа, не ГГшки, мне нельзя будет брать ничего. Не, почему? ГГшки. Ну, блин, Зинзибар точно нет. А какие ты хочешь брать еще? Ну, какой-нибудь Веллингтон там. Блин, послушай, Веллингтон, Панама и Зинзибар, они мои союзники. Вот они реально союзники, причем надолго. Что, больше нет никаких Кабул, возьми? Давай тогда просто оборонку заключим. И что, и ты пойдешь ГГшки захватывать на оборонке? Ну, Зинзибар не буду брать. Так, Веллингтон и Панама тоже мои союзники. Они тоже, причем надолго, я, блин, выполнял тут квесты, их золото им давал. У меня это вот три города, которые вообще в принципе рядом, которые хоть могут как-то мне помогать. Почему ты не хочешь Кабул взять, например? Тоже у него такой, точно такой же жемчуг, там прочее, прочее. Меня вообще не волнует, что ты с Кабулом будешь делать. Тоже рядом с тобой. Те же ресурсы, тоже тут... Мне кажется, он даже круче, потому что тут холмы всякие и прочее. Ну что, разве нет? Ну смотри, я тогда беру Кабул, и мы с тобой заключаем оборонку. Согласен. Ну окей. Ну, сам посуди. Вот у меня Занзибар, например, да, 140 у меня на него влияние. То есть он долго-долго будет моим союзником. Веллингтон 100, Панама 105. Конечно, мне не хочется... Я понимаю, если бы там они вот сейчас перестали быть моими союзниками, но я так серьезно выполнил все их квесты. Мне очень не хочется терять от них бонусы. Вот так вот. Так, надо эти лагеря Расфигачить и запускать Караван А этот на золото, который бегает тоже Скоро закончится Ну как, скоро 13 ходов Нифига не скоро Надо вот эти города турка Сносить Не в тему Да, пускай захватывает Рабочего, в принципе Продолжение следует Продолжение следует Вино Сахар, какао Продолжение следует... Блин, чё так... Американец Вперед-то вырвался По... По жителям Ну у меня, правда, вот эти два города Они у меня такие... Сейчас запущу, когда тут караваны Друг в дружку У них тоже неплохо всё станет В них Значит, тут получается... Ну вот, надо этих отъедать Города, чтобы тут можно было Посадить спецов в... Ну и принимать порядок Тут... Я думаю, американец возьмёт свободу Свободу, я порядок Равное первому Ну или хотя бы второму Выйти В индустриализацию Я вообще пока... Кстати, первый, походу Выйду в Ренессанс Ну, правда, там народ Другие Техи открывает Явно Смотрите, ассирийцы тоже Эксплорейшн Ну, то есть Инфраструктуру морскую Принял Это меня беспокоит Что он тут может... Не поминал, кого Меня там убили А! Это нормально Это я так и хотел Так Анкарват Вы можете меня спросить Зачем я построил Анкарват Во-первых, не дать Турку Чтобы у него разве... Эти границы А во-вторых, я хочу всё-таки Пятым радиусом Раз, два, три, четыре, пять Достать жемчуг Для этого Анкарват Очень в тему будет Так, Зальцбург День отчизны начался Так, что ты на Пафнутия, что ли, пошёл? Американец Чегошки? Чего ты на Индонезийца пошёл? Ну, ну... Шо, пошёл Так вот, верит Подумал, подумал И решил пойти Индонезийц Расскажешь, что-то у тебя происходит? Ну, я вижу Три арбалета И три пикинёра Так, а он какой город Это захватывает Собирается? Собирается Моиста, он плывёт В моей столице По-моему, это какая-то Чего-то, как и вертится Ну, смотри Я не понимаю, Американец Ты же уговаривал Индонезийца На этих До фрегатов Не воевать Как минимум Ну, на Голиасах Я сказал А, то есть можно воевать Но только не на Голиасах Такая идея Ну, водная Да, нельзя воевать На водных этих юнитах Так же, как нельзя воевать На наземных юнитах То есть если сейчас Индонезийец построит Голиас И будет убивать твои юниты Это будет нечестно По-твоему, да? Нет, потому что Я на него напал Честно, и всё Блин, что-то я Туплю, да Воркбоут Так, анкарбват Закончен Так, яблочки Заполучим В нашей загребущей ручке Так 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 Тут уже всё обработано Ладно В этот лагерь повёл ещё Блин Так он сейчас Спустит на воду Это вот как раз плохо Это я Это я Не предусмотрел Нет, не буду я по-своему рабочему Я его захвачу Потом в итоге-то Нет, два хода Пускай всё-таки за один ход Лодочка Построится Да Да, печень Ну тут, конечно, у него Нормальная армия хорошая Молодец, индонезийцы Американец, а можешь убрать Своего лучника С красителей Который, вот он Где мой прород стоит Около Ватикана Ой, ща Подожди Мы тут У нас Разборки Понимаешь Какая улица Сезам В общем Надо идти Как минимум Филадельфию Пророк такой бежит И выносить И наверх Вот в Ниневию Сейчас поплывет Рабочий Я хочу Прямо в сторону прийти Прямо в сторону А, да Халецкий Как у обороны Я тебе уже не буду с тобой оборонку заключать С мысли Мы с тобой договаривались Че за бред А я тебе сказал Что я не хочу Чтоб ты Если напал на Индонезийца Что я тебе не помогу Потом сказал Что в любом случае Ты заключаешь оборонку Ты потом Когда сказал Я тебе Условия Сказал Что типа Я не нападаю Точнее я беру Кабул Типа Нападая на него Ты мне разрешаешь И не мешаешь И ты пошел на Индонезийца Напал И не на Кабул Так В чем проблема Ты меня обманул Я тебе сразу сказал Что я не собираюсь Заключать оборонку ты будешь заключаться воевать с индонезийцем это было все слышали и ты сказал я подумал подумал пойду на индонезийца нападу я не понимаю в чем проблема я же тебе прямо об этом сказал я не хочу так делаешь что ты типа получается индонезийц там просто те отдавать индонезийца шути просто такте отдать возможность забрать индонезию кабул ты так и на кабул ты так и не напал тоже карта падает что возможно что тут за эти ездят твои три ремы и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы царили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.